Зачастую, даже намеренно нарушая правила дорожного движения, водители пытаются избежать административного наказания и стараются решить проблему на месте. О том, что такие действия незаконны, думают немногие. Но так называемая взятка за несоставление протокола может нести ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Российской Федерации. Гражданина, дающего взятку, и должностное лицо, принимающий материальные ценности, очень легко взять с поличным. На сегодняшний день штраф за взятку во много раз превышает ее размер, а в некоторых случаях является уголовно наказуемым деянием. Борьба с коррупцией набирает обороты, ведь в демократическом государстве нет места взяткам. По поводу взяток не знаю, не давал сам, не знаю, хотя говорят люди. Ну, в принципе, да, стали они более, как бы сказать, сдержаннее. Еще зависит от того, в какой мере нарушение. Если водитель не трезвый, я считаю, и он нарушил правила, то я считаю, что и сотрудник не стоит этого делать, брать. Ну, а бывает, когда, наверное, возможность такая, но у меня нет возможности давать. А вы знаете, что по новому законодательству дача взятки – это уголовно наказуемым? Да, конечно. И наказывается и тот, кто дает, и тот, кто берет. Это я в курсе, я знаю. Конечно, во многих случаях проще поддаться на провокацию и дать взятку. Однако не стоит думать, что к ответственности могут быть привлечены только те, кто ее вымогает. Вполне возможно, что данный факт будет зафиксирован отделом собственной безопасности и нарушители привлекут по всей строгости закона. Со времен 90-х, конечно, изменилось. Изменения, конечно, есть, и это уже время показывает. А что дальше они как делать, там, ведут себя на дорогу? Если они сейчас более-менее, хотя бы представляется, нарушил, составляя протокол, если я нарушил правила здорового движения. Это закон. А закон, если нарушил, значит, должен отвечать человек. За 9 месяцев 2016 года в нашем городе было возбуждено 3 уголовных дела за дачу взятки должностному лицу и поступило более 20 уведомлений о предлагаемых материальных ценностях и спектру ГИБДД от водителей, желающих избежать административного наказания. О ГИБДД МОИ МВД России Рассказский обращается ко всем гражданам о недопущении нарушения требований правил и не предлагает должностным лицам денежное вознаграждение целью избежать административной ответственности. Независимо от того, какую сумму предлагает гражданин должностному лицу, это уголовное преследуемое деяние. Попав в ситуацию, когда у вас вымогают взятку, вы можете воспользоваться телефоном доверия, который имеется во всех подразделениях ГИБДД, но ни в коем случае не предлагайте должностному лицу любые материальные ценности, пытаясь избежать административного наказания. Юрий Шелдовицын, Никита Желтов, Новости, ТВ Рассказыва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова